Привет, подружка! Привет! Нам в садике задали такое задание интересное. Нам нужно выучить дни недели. Хочешь, будешь учить вместе со мной? Ну да, конечно! Потому что мне мама тоже сказала сделать. Ну, я плохо знаю, а вот ты у меня спросила. Хорошо, тогда вместе выучим. Кстати, помнишь, как называется детский садик по-польски? Зыровка. Да, или можно сказать пшедшкола. Ну да. Пшедшкола – это детский садик, ребята. Вот у нас есть дни недели. Смотри. А еще я выучила стишок. Специально, чтобы нам было легче с тобой учить. О, скажешь, он очень, наверное, интересный. Да, послушай. Вот неделька, в ней семь дней. Поскорее знакомься с ней. Первый день по всем неделькам называется? Не знаю, просто, ну, наверное, понедельник. Понедельник. А по-польски будет понедельник. Посмотрим. Понеделок. Повтори. Понеделок. Отлично. Вторник – это день второй. Он стоит перед средой. Я знаю, знаю, знаю. Это второк. Второк, точно. Второк – это вторник. Еще я знаю, пьем, так, ну, просто пьем, так, наверное, днем. Да, есть такой день недели, но он будет еще через два дня. Давай посмотрим дальше. Серединочка недели называется среда. Третьим днем была всегда среда. Помнишь, как называется среда? Не знаю. Это шрёда. Шрёда. Да, отлично. Третьим днем всегда была среда. Шрёда. А четверг? Четвертый день. Шапку носит на бегрень. Четверг. Чевартек. Повтори. Чевартек. Чевартек. Отлично. Шапку носит на бегрень. Чевартек. Пятый день – пятница. Тот, который ты не знаешь, да? Да. Какого-то я уже забыла. Пятый пятница. Сестрица. Очень модная девица. По-польски пятница. Будет пьёнтек. Конечно же. А в субботу, день шестой, отдыхаем всей горьбой. Суббота по-польски будет. Посмотрим. Суббота. Почти так же, да? Угу. Ну и последний день недели, когда мы все отдыхаем, называется воскресенье. Назначаем воскресенье. Это будет день веселья. А по-польски воскресенье будет неделя. Неделя. А может, ребятки тоже за нами повторяют? Конечно. Они же, наверное, тоже хотят выучить польский язык, чтобы понимать всё-всё-всё-всё, что им говорят. Ну что, мы уже все сделали? Да. Но только я забыла сказать тебе, что вся неделя по-польски называется тыгодень. А, тыгодень. Тыгодень. А можно я, Костя, скажу? Конечно. То есть, ребятки, если вы научитесь польскому языку, вы можете с детками разговаривать сколько захотите. Вот моя сестронка умеет уже говорить по-польски очень-очень много. Давай повторим ещё раз. Дни недели по-польски. Понедьялок, вторых, шрёда, чвартик, пьёмтык, суббота, неделя. И теперь ты повторяй за мной. Понедьялок. Понедьялок. Вторых. Вторых. Шрёда. Суббота. Чвартик. Чвартик. Пьёмтык. Пьёмтык. Суббота. Суббота. Неделя. Неделя. Здорово. Я думаю, совсем скоро ты сможешь уже разговаривать. Очень здорово. Ну что, молодец. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Учите язык и у вас всё получится. Всем здравствуйте, дети. Сегодня мы будем учить урок польского языка. Ну что, начнём. Так, смотрите, дети. Этот цвет называется в русском зёлтый. Повторите. Жёлтый. Жёлтый-жёлтый. А теперь по-польски жёлтый. Жёлтый. Жёлтый-жёлтый. А теперь прикрепляем его. Вот. Магнитик первый. Это кто знает, как называется? Это красный, красный, красный. Да. Повторите, дети. Красный. А по-польски червонный. Повторите. Червоный. Червоный, червонный. Всё молодцы. Всё молодцы. Повторите. Как этот цвет называется? Белый. Белый. Да. А по-польски он называется Белый. Белый. Белый-белый. 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 Ладно, вы можете не говорить с Годой Парта. А почему? Можете не говорить. Это небеский. Небеский. Хорошо. Прикрепляем. Вы четыре выучили. А это, как называется? Белый-белый. Розовый. Розовый цвет. А по-польски он ружевый. Ружевый. Молодец. Этот, как называется цвет? Это зеленый, мой любимый. Понятно. Этот цвет называется по-польски зеленый. 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 Такой сложный, конечно. Бухожи. Ж. Зеленый. Зеленый. Этот. Ой, Паня, Паня. Паня, вы что, западили? На чуть-чуть. Ой. Вам нужно теплой воды. Возьмите мою бутылочку. Хорошо. Спасибо. Мне полегчало. Этот, как цвет называется? Фиолетовый. А по-польски он называется фиолетовый. Фиолетовый. Ну, мы чуть-чуть, я, конечно, чуть-чуть не знаю, но что в голову пришло, как называется. Молодцы. А этот, как называется? Это у нас оранжевый. Да. И у тебя, и у меня волосы оранжевые. Точно. А как же интересно, мои волосы называются по-польски. Помаранча. Помаранчевый. Ну да. А теперь иди на доску и все сделай даже со мной. Хорошо. Амаранча. Желеный, белый, желтый, фиолетовый, ржавый, небеский, червойный. Молодец. Ты сделал очень хорошо. А пока с модой, это потом будет. Гуныни, пока. Пока. Пойду-ка я схожу в гости к своей любимой подружке. Привет, дорогая. Привет. Слушай, я сегодня такая расстроенная. Почему? Я была в детском садике. Мы там учили название животных по-польски. Но я ничего не поняла и ничего не запомнила. Теперь переживаю, что пани в следующий раз меня спросит, а я не смогу ей ответить. Ничего, я тебе смогу помочь. У меня мама тогда учила меня по карточкам. Там были животные, и что я теперь уже знаю и могу тебе рассказать. Ах, серьезно? Ну да. Здорово. Показывай скорее эти карточки. Хорошо. Первая карточка. Она называется олень. А по-польски это олень. О, смотри, тут написано елень. Правильно? Ну да. Ну, правильно я тебя поняла. Ну, олень будет елень. Да, правильно. Здорово. А ты видела когда-нибудь в лесу оленя? Нет, не видела. Только на поле зато видела. А я когда была маленькая, мы ходили кормить этих оленей. И мне так было смешно. Я очень много хохотала. Спасибо тебе, что подсказала мне. А это, может, ты знаешь, как это называется? Ну, знаю, конечно. Это с собаком. Да. А как по-польски? Забыла. Пес. Пес? Точно, это же так легко. Пес, пес, пи. А тебе следующая карточка. Эту ты, наверное, чуть-чуть знаешь. Давай, жду. Чем больше я узнаю, тем лучше. Это, это... Бабочка. Да, бабочка. А как она называется по-польски, ты знаешь? Ну, честно сказать, забыла. Это называется бабочка-мотылик. Мотылик или мотыль. Ну, да. Супер. Ну, знаешь, скоро будет тепло, и такие бабочки будут везде летать. Да, а я уже видела, ну, бабочка села на яблоко, и что, она улетела. Потом, куда бабочка села на яблоко и улетела. Ой, да, они любят пить сладенькое что-нибудь. Наверное, на яблочке был вкусный соус, и она им лакомилась. А теперь следующее. Может, ты знаешь, что это такое? Ну, конечно, это жаба. А как по-польски? Я не помню. Ну, подумай. Жаб? Жабка, правильно? Да. Ура, я вспомнила. Молодец. А теперь ты этот наверняка знаешь. Да, этих, этих любимчиков я помню. Это котик. Да. Ты любишь котиков? Да, конечно же, люблю. А теперь следующее. И еще тебе осталось еще одно. Брррр. Боюсь такого зверя. А расскажи сначала по-русски. Волк. Вик. К. Вик. Серьезно? Ну, да. Вот это легко запомнить. И, кстати, похоже... Волк, вилк. И, кстати, это похоже еще на вилку, потому что вилка и вилка. Похоже, теперь я точно запомню, что волк это вилк. Ой, этого зверя я, по-моему, знаю. Это медведь. Да. А по-польски как будет? По-моему, нам Паня говорила очень похоже. Медведь, правильно? Да. Вот это здорово. Хорошо, что я тоже немного запомнила польских слов. Спасибо тебе, подружка. А ты расскажи, пожалуйста, как у тебя в детском садике? Ты уже хорошо разговариваешь по-польски? Я же уже знаю польский. Ммм, здорово. Надеюсь, что я тоже скоро привыкну и смогу общаться уже со всеми девчонками. Они такие заводные, такие веселые. Понятно. Спасибо тебе за помощь. А можно я еще как-нибудь приду к тебе и ты мне еще что-нибудь расскажешь? Будешь мне помогать? А сейчас мы показываем, сколько ты прочитала. Да? Сил, звери? Да, смотри. Ну-ка посмотрим. Вау! Это мама тебе такие карточки покупала, да? А тебе посчитать по-русски, а я по-польски потом буду считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь карточек. А теперь я. Един, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Слушай, ну это не слишком сложно, правда? Я думаю, я научусь и у меня все получится. И у вас все получится, девчонки. Всем пока! До следующих видео! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем изучать времена года на польском языке. Первое время года, которое мы с вами проговорим, это будет лето. Посмотрите внимательно на картинку. А по-польски это будет лато. Повтори. Лато. 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 Замечательно. За летом у нас идет осень. А по-польски... Я уже знаю, знаю. Да, ты что? Ющень. Да, замечательно. Правильно, Ющень. Следующее время года очень холодное. Знаю. Будет по-русски зима, а по-польски... Зима. Зима. Правильно. Чтобы сказать да по-польски, можно сказать так. Зимой очень... Очень холодно. Очень холодно. Зимой очень холодно, правильно. А по-польски холодно будет зимно. Бррррр. Да, я знаю. И последнее время года, которое идет после зимы, называется весна. А по-польски это будет ясно. Ясно. Тело по-польски будет чало. Итак, голова по-польски будет голова. Повтори. Глова. Глова. Волосы. Где у тебя волосы? Волосы будут влосы. 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 Отлично. Губы будут уста. 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 А еще у тебя есть маленький красивый нос. По-польски нос будет так же само. Нос. Нос. Еще у тебя есть милые ручки, которые тебе всегда помогают. Ручки будут по-польски ренчики. Ренчики. А пальчик палец. Еще забыли мы самые-самые красивые глазки на свете, как будут называться. Глаз по-польски Око. Око. Здорово. Еще у нас есть что? Что мы забыли? Это ноги. Ноги. Нога по-польски будет так же само. Нога. Нога. И еще у нас есть стопа. Она будет точно так же. Стопа. 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 И, конечно же, колено. Калану. Стопа. 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 Ну как? Тебе было интересно? Да, но мне кажется, что мы что-то забыли. Ну, напомни, конечно. Может, это животик? Бжух. Бжух. Да. Животик – это бжух. Здорово. Чтобы сказать по-польски «до свидания», можно говорить «папа». Или «до видения». Или «до зубочения». А еще своим друзьям можно сказать «честь» или «на разе». Папа, кохане. Муах-муах-муах.